Всем привет, я Владимир, вы на канале BimmerDog и вы смотрите рубрику полезные кодировки. В данной рубрике я рассказываю кратко про одну какую-нибудь полезную опцию, рассказываю что, как, почему и, разумеется, показываю от и до, как ее самостоятельно активировать. Интересно? Тогда поехали! В данной рубрике, на самом деле, уже есть несколько выпусков, и в одном из прошлых выпусков, где я рассказывал про крышку багажника, я показывал, как изменить алгоритм ее закрытия так, чтобы она закрывалась плавно и не хлопала. Это видео прям всем очень-очень понравилось, и там под видео есть, на самом деле, очень большое количество комментариев, и, на самом деле, очень дельных комментариев. Что я подразумеваю под этим? То есть тот алгоритм, который я показал, он работает именно для кузова F34, то есть это Gran Turismo. Поскольку машины по конструкции разные, то одинаковый алгоритм не будет везде работать, поскольку просто крышки багажника весят по-разному, конструкция разные, приводы другие. Поэтому очень многие из вас опробовали вот именно то, что я кодировал в прошлый раз, на своих автомобилях, на разных кузовах, и в комментариях отписали алгоритм, который работает именно для конкретного кузова. Так что, если у вас что-то не получилось в прошлого раза, обязательно читайте комментарии и смотрите, что для вас подходит. Если вы разработали какой-то новый алгоритм, там очень многие писали, что сами что-то меняли, пробовали, экспериментировали, то всегда, пожалуйста, пишите в комментариях, я думаю, всем это будет полезно. Ну а тема сегодняшнего видео, это, опять же, багажник. Очень многие, кто из вас попросил, как сделать, чтобы крышка багажника закрывалась автоматически. В каком смысле автоматически? То есть в салоне есть кнопка, при помощи которой вы можете открыть крышку багажника. То же самое вы можете открыть ее с ключа. Но мало какие автомобили позволяют закрыть ее в таком же автоматическом режиме. С чем это связано? Почему с завода не закодировано так, чтобы она закрывалась автоматически? Мне кажется, что это сделано с целью безопасности. Вот обратите внимание, когда у вас, допустим, окно открыто, вы начинаете ее автоматически закрывать, открываете дверь, окно останавливается. Это специальная такая функция, чтобы если у вас рука там или что-то, ну как между стеклом, чтобы ее не защемило. То есть точно по такой же аналогии можно сделать выводы по багажнику. Предположим, вы уже выгрузили какого-то пассажира, он берет еще что-то с багажника, вы закрываете это автоматически, его можно просто прижать. Вот именно, скорее всего, из-за этого это на большинстве автомобиля по умолчанию и выключено. Также стоит упомянуть, что BMW это большая компания, которая производит автомобили по всему миру. И рынки такие, как европейские, американские, азиатские, они на самом деле очень сильно отличаются. Ту кодировку, которую сегодня будем рассматривать, именно как сделать так, чтобы с кнопки все закрывалось, там на самом деле есть несколько параметров, которые отвечают за все это. Можно поделить на две категории. Закрытие с самой кнопки, которая в салоне, потом покажу, где она находится, и закрытие именно с самого ключа. На некоторых автомобильных рынках, по-моему, на Европе или в Америке, могу ошибаться, то есть по умолчанию сделано так, что с ключа можно с кнопочки это закрывать, а с салону работать не будет. Есть такие автомобили, попадались, где просто все отключено. Поэтому не удивляйтесь, когда будете кодировать, если какие-то опции у вас уже будут активные. Просто ставьте все активное, а что более детально, я вам, разумеется, покажу. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому смотрите, как это работает. Вот. Эта кнопка находится обычно у всех вот в этом, скажем так, в этом месте. Выглядит именно вот так. Если я на нее нажму, то багажник откроется. Если я нажму на нее повторно, то багажник сам закрываться не будет. Смотрите. И вот, я нажимаю на кнопку, чтобы багажник открыть. Обратите внимание, багажник автоматически открывается. Если я захочу его закрыть, я нажимаю повторно. Нажимаю, держу, несколько раз нажимаю, 3, 5, 10, ничего не происходит. То есть, соответственно, чтобы мне закрыть багажник, мне нужно будет, разумеется, выйти из салона и нажать физически на кнопку для того, чтобы произвести закрытие багажника. Само собой, разумеется, что это не совсем удобно. Предположим, вы отвезли бабушку по грибы, она собрала две корзинки, вы ее подвезли обратно до дома, она говорит, ну че, спасибо. Вышла с машины, взяла свои корзинки и потом начинает эту крышку либо силой затягивать, либо еще что, либо вам нужно выходить. Это можно, разумеется, поправить. То есть, просто нужно перекодировать некоторые параметры. Обратите внимание, что я к вам прислушиваюсь, приобрел беспроводную гарнитуру для того, чтобы улучшить качество звука в моих видео. Поскольку без хорошего звука, ну, видео это не видео. Поэтому, мне кажется, это прям достойное место, чтобы нажать подписку, если у вас это еще не сделано, и поставить лайк. А теперь погнали кодировать. Итак, подключаемся через ACES. Для того, как работать с ACES, у меня есть, на самом деле, целая серия обучающих видео. Вот плейлист для вас вывел. Пожалуйста, смотрите. Там рассказано более детально, что как на, ну, прям именно на азах делать. Так, вот сейчас вы видите перед собой экран. То же самое, что я вижу. Нам понадобится модуль HKFM. Это именно модуль крышки багажника. Заходим туда внутрь. Для этой работы вам обязательно понадобится лаунчер. Без лаунчера вы не сможете зайти в сам кодировочный файл и изменить там нужные параметры. То есть тут другого варианта нет, только лаунчер. Итак, нам нужно понадобится всего изменить три разных параметра. Вот, сейчас вывел для вас их на экране. Вот их все три нужно поменять на Active. Итак, меняю. И сейчас вместе с вами по очереди все поменяем. Вот, выбираю первый параметр. Делаю его активным. Вот второй параметр. Делаю его также активным. Эти все три параметра отвечают именно за то, чтобы крышка багажника закрывалась с кнопки, либо с пульта. Вот, как видите, поменял три параметра на активные. Нажимаю сохранить. Возвращаюсь обратно и нажимаю закодировать. Происходит кодирование модуля. Может выскочить ошибка по активному спойлеру. Это нормально, ничего страшного. Вот, происходит кодировка. Вот, слышали, выскочила ошибочка, ничего страшного, просто ее игнорируйте. Все, записалось. Было написано, да, что закончилось с кое-какими ошибками, но это именно связано с этой, с активным спойлером. Ничего страшного. Но, по идее, мы все и закодировали. И здесь можно закрывать. Проверяем результат нашей работы. Теперь проверяем проделанную работу. Открываем багажник. Ну, это у нас работало до этого. Это не являлось никакой проблемой. И теперь нажимаю еще раз на кнопку. И будет произведено закрытие. Нажимаю, нужно чуть-чуть подождать. Можно отпускать. Как видите, багажник автоматически закрывается. Более того, вы можете даже выйти с автомобиля. Предположим, даже его, не знаю, там, закрыть, открыть, разницы нет. С пульта открываете крышку багажника. Это должно у всех, по-моему, тщательно работать. Но также с этого же самого пульта можно ее смело и закрывать. Нажимаете, держите. И багажник будет сам закрываться. Что является крайне-крайне удобным. Если у вас по какой-то причине это не получилось, вы закодируете эти три параметра, которые я показал, и крышка багажника автоматически не закрывается. Не расстраивайтесь. Такое бывает именно с этим модулем, именно с конкретной этой кодировкой. Нужно, чтобы машина уснула. Как вы знаете, сон полезен. То же самое и для машины. То есть цикл станции начинается в автомобиле. У всех по-разному зависит от настроек. Но, скажем так, после закрытия автомобиля, минут через 23-23, машина точно заснет. И после этого ваши кодировки станут активными, и вы сможете этой функцией пользоваться. Такое я встречал, на самом деле, уже не один раз. На примере моего автомобиля, как видите, сразу закодировал, все получилось. Работал со многими F-30, к тому, чтобы машина обязательно уснула. После того, как закодируешь, ну не работает эта функция. Делай, что ты хочешь. Машина должна уснуть, либо ее нужно принудительно усыпить. И после этого все будет работать. Как видите, такое коротенькое видео, но мне кажется, оно будет крайне полезным для очень многих из вас. Если вам нравится такой формат, обязательно пишите об этом в комментариях. Также предлагайте темы для следующих видео. Можно не просто предлагать тему, но также писать именно, какие параметры, что как нужно заменить. Поверьте мне, даже я всего не знаю. Не то, что даже я, никто всего не знает. Есть очень многие такие параметры, которые прям очень-очень многим нужны, но мало кто про них знает. Почему бы не рассказать про них? Так что смело пишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И до новых встреч!